Итак, прекрасный летний день, воскресенье. Сейчас в эфире Макс Хигер и Артем Мельник. И мы сегодня будем раскрывать одну очень актуальную и интересную тему. Тема, которая будет касаться поиска своего предназначения, нахождения его и все, что относится к предназначению, к миссии, к любимым делам, к назначению жизни и так далее. Макс, смотри, от многих зрителей наших программ, от многих участников наших тренингов я слышу очень часто вопросы, как же найти свое предназначение. У кого-то это получается быстро, у кого-то не получается вообще за всю жизнь. Недавно мы с тобой общались и ты говорил, что у тебя очень хорошо получается находить предназначение даже через интернет, хотя это вживую делать не очень просто, да, в плане помощи другим людям. Давай расскажи вот именно свои секреты, как ты это делаешь, как ты помогаешь людям в этом непростом деле, как вообще можно взять и найти свое предназначение. Привет, Артем. Привет всем еще раз. Сегодня действительно будет тема раскрыта креативной самореализации и предназначения. Для многих людей я заметил, что эта тема, она является очень проблемной. То есть мы видим огромное количество людей, которые занимаются просто не своим делом. Я считаю, что это как чума, знаешь, это как чума человечества. То есть очень-очень распространена эта болезнь и причина этой болезни очень простая. То есть это настолько просто, настолько легко, настолько лежит под носом, вот именно поэтому, наверное, и не находится, потому что люди все время ищут где-то, где-то, вокруг, вокруг, да. А все, что касается креативной самореализации, все, что касается именно предназначения, это вещи, которые приходят изнутри. То есть они вообще не имеют никакого отношения к каким-то внешним вещам, да. То есть я это ярко увидел, я это очень хорошо сам понял. То есть вот если брать мой опыт, да, как я формировался, как я самореализовывался достаточно долго, можно в этом пути разделить этапы, да, такие. И основных два этапа. Один этап — это когда я иду в потоке своего предназначения, и второй этап — когда я сбиваюсь с этого ради каких-то результатов. И вот это вот достаточно долго длилось. Я метался то туда, то сюда, то туда, то сюда. Знаешь, то есть только я пойду в какие-то результаты, то есть как только я начинаю что-то там достигать, я чувствую, что я перенапрягаюсь, я чувствую, что я выхожу из какого-то потокового состояния, из состояния радости и счастья, и превращаюсь в белку в колесе. Понимаешь, мне и снова, и снова нужно себя заставлять что-то делать ради чего-то потом. И это длилось достаточно долго, и у многих людей этот период, он тоже длится достаточно долго, пока они не поймут одну простую очередную вещь, что вот в этом достижении ради чего-то потом, где ты теряешь контакт со своим потоком, со своим ощущением радости и счастья в настоящем моменте, этого вообще не нужно делать. Понимаешь? То есть вот это я недавно понял. И вопрос не сводится к тому, что у меня есть деньги там или ещё что-то. Вообще не связано ни с деньгами, ни с чем. Понимаешь? И когда я это осознал уже, когда это рассмотрел я полностью, после этого мне очень легко стало помогать другим людям. Потому что единственный, кто мешает себе жить по своему предназначению, именно раскрывать это в себе, это сам человек. Это сам человек и, скажем так, его состояние ума, такое навязчивое состояние ума, в котором преобладает желание сделать свою жизнь какой-то конкретной, как у кого-то, похожей на кого-то, получить какие-то результаты, как у кого-то, заработать деньги. То есть вот когда в человеке доминирует желание получить что-то завтра, и он ради этого желания готов положить на алтарь свою радость, свое счастье сегодня, вот эта ловушка. И, к сожалению, в этой ловушке огромное количество населения торчит. Сегодня мы постараемся с тобой показать, что в этом нет никакой необходимости на самом деле, что это искусственный момент и это ловушка, в котором находится просто нереальное количество людей. Слушай, Макс, а ты сам в эту ловушку достаточно много раз попадал, да, судя по всему? Если вот у тебя были постоянные смены, достижения чего-то. И также добавь, есть ли у тебя сейчас какие-то цели, которые ты хочешь достигнуть? Конечно же, я попадал в эту ловушку, абсолютно все в неё попадают. И это происходит до тех пор, пока человек не рассмотрит, что именно с ним случается. То есть ловушка, она действует до тех пор, пока ты не понимаешь, что это ловушка. Когда ты понял, что это ловушка, всё, она теряет над тобой силу, то есть она не может на тебя никак влиять. И это не просто ловушка, это механизм, который специально внедряется с детства в людей. Понимаешь? Да. То есть нас приучают с детства быть хорошими, достигать результаты, быть лучше, чем другие. То есть никто нас не пытается обучить тому, как сохранить свою природную какую-то естественность, как раскрыть свой собственный потенциал. Нас постоянно именно воспитывают в том ключе, что ты должен быть лучше, чем остальные. Что если ты будешь победитель, если ты будешь самый-самый-самый, то только тогда ты будешь счастливый. А я увидел, что это ложь. Потому что вот это состояние лёгкости, естественности, счастья, оно даруется нам от природы. Понимаешь? То есть я увидел, что это естественное состояние быть счастливым и радостным. И это состояние в детях постепенно начинает обуславливаться и подавляться. Вот как раз с помощью обуславливания какими-то моделями, что правильно, что неправильно, какой ты должен быть, какой ты не должен быть, куда ты должен ходить, куда ты не должен ходить. И вот когда человеку это прививается снова и снова, часто через боль, через наказание, или наоборот через какие-то хитрости, типа если ты будешь делать правильно, то мы тебе дадим конфетку. То есть через определённые поощрения, систему бонусов. Человека переучивают. То есть его как бы, ну можно сказать, вынимают из его естественного состояния и переносят в некое искусственное, цивилизационное такое умное состояние, да. То есть можно сказать, что когда человеку всё меньше позволяют быть собой, всё меньше позволяют реализовывать свой искренний интерес, быть радостным, он как бы раздваивается, да. Внутри него возникает фальшивый центр, он ещё называется в психологии эго, ум, да. И этот центр, он начинает с помощью представлений, моделей, всевозможных суждений доминировать над самим человеком, над его природой, можно сказать, ну над душой, да. И человек перестаёт жить по душе, он переходит в измерение жизни по уму. Это очень медленно, постепенно происходит, и люди постепенно теряют себя. Причём некоторым людям больше везёт, то есть они меньше себя теряют, а большинству людей, к сожалению, меньше везёт, и они теряют себя очень сильно, практически полностью. Поэтому они очень часто всю жизнь мучаются и не могут найти себя. Это происходит по одной простой причине, потому что они пытаются найти себя через ум, а это невозможно. То есть это невозможно логически понять, это невозможно определить как схема, да, что я должен делать для того, чтобы быть счастливым. Это вопрос именно поиска контакта заново со своей внутренней радостью, со своим искренним интересом, с тем, что тебя тянет куда-то, да, вот, и ты сотрудничаешь с этим. То есть это абсолютно другой путь, это путь не по схеме, не по плану, не к мечте, не к цели. Это путь через свои ощущения в течение дня. Да, вот просыпаешься, определённое есть настроение, определённая есть волна, и мы так вот устроены от природы, что мы экспериментаторы. То есть это наше естественное состояние экспериментировать со своими состояниями, пробовать что-то новое, открываться каким-то приключениям, да. Но это не история большинства, ты же понимаешь, да, что большинство людей, они хотят предсказуемую, комфортную жизнь по каким-то шаблонам, моделям успеха, которые существуют сейчас в социуме. И этот путь, он не ведёт к самореализации. То есть если ты повторяешь за кем-то, если ты моделируешь кого-то, если ты пытаешься найти своё счастье через то, что ты хочешь воспроизводить других людей, к сожалению, невозможно. Ну может, конечно, совпасть где-то, да, попасть, но вероятность очень низкая. И то, о чём я говорю с людьми, то есть то, как я работаю с людьми сейчас, я просто их возвращаю к их естественному состоянию. То есть это скорее не прикладывание к ним чего-то дополнительного, да, это постепенная работа, где я показываю, что в тебе не является тобой, что тебе имплантировано, что искусственное в тебе, да, какие представления, какие модели тобой доминируют, и от чего тебе постепенно нужно отказаться, чтобы вернуться в твоё природное состояние. И никого нельзя научить быть успешным, нельзя научить быть звездой, да, нельзя вернуть к себе через какие-то схемы, что ты должен делать 1, 2, 3, 4, 5. Это абсолютно другой путь. То есть что ты не должен делать, можно сказать, да, что ты должен понять, что является искусственным для тебя. И вот через это я и сам к этому пришёл, и сейчас я работаю с людьми и тоже им показываю. Макс, а смотри, а как же тогда школы достигаторства, школы успеха различные, которых сейчас расплодилось огромное просто количество, где там «достигни», «давай вперёд» и так далее? Ну, я это называю успешный успех и… Оголтелая мотивация. К сожалению, да, к сожалению, к раскрытию своего потенциала это не ведёт. То есть если предлагается какая-то модель, да, если какой-то алгоритм предлагается универсальный, то всё это уже… Это накладывание чужих шаблонов, да? Да, то есть пока доминируют где-то в какой-то школе шаблоны, что ты должен, что ты не должен, что тебе нужно, оказывается, жить сегодня ради чего-то завтра. То есть вот когда есть доминанта будущего, тебе постоянно говорят, что ты станешь успешный потом, всё, это ложный путь, это всегда ложный путь. Потому что вся жизнь, она происходит в настоящем, здесь и сейчас. Если ты не радуешься, если ты не самореализовываешься здесь и сейчас, то ты прожигаешь сегодня свою жизнь ради какого-то воображаемого завтра, которого нигде нет на самом деле, кроме как в уме. То есть ты себе представляешь какую-то картинку, какой должна быть твоя жизнь. И благодаря тому, что доминирует эта картинка, ты постоянно, ну, периодически так или иначе будешь заставлять себя делать что-то, что тебе не нравится в настоящем, то, что тебя подавляет в настоящем. И мы очень часто видим, это происходит снова и снова. То есть люди бегут за морковкой бесконечно вперёд куда-то, и они кладут на алтарь будущего своё настоящее. То есть они не придерживаются своей интуиции, своему ощущению, а что радует сегодня, чем бы хотелось заняться сегодня, в чём я чувствую самореализацию сейчас, то есть вот что мне хочется, как мне хочется сейчас, чтобы я был удовлетворён. И всё время это меняется как бы на какой-то завтра. Человек говорит, ради чего-то жить в будущем, понятно, всё, я не хочу, я хочу быть счастливым, я хочу найти своё предназначение, я начинаю действовать сейчас. И когда он смотрит, а что же делать, он задаёт вопрос, блин, а что же мне делать-то, и не находит, как вот здесь быть? Ну, здесь важно понять, что жизнь — это эксперимент. Вот тебя тянет куда-то, иди туда. Не надо думать, идти или не идти, да, иди туда. То есть впрыгивай, сначала впрыгивай, а потом уже ориентируйся по месту. И вот если человек двигается по жизни, как по эксперименту, то он обязательно найдёт себя. Я вот очень часто привожу такую метафору, что человек вот заходит в книжный магазин, да, и как он ищет свою книгу? Пробует одну книгу, открывает, читает, да, не идёт. Вторую книгу — не моя книга, что-то сложный язык. Третья книга — и так он постепенно находит ту книгу, с которой резонирует, с которой происходит резонанс, возникает искренний интерес. Это нелогическая вещь, вот этот искренний интерес нелогический. Просто душа тянется. А потом уже это объясняется логически. Вот что-то срезонировало, и человек берёт эту книгу, и он её читает, и получает какие-то озарения, понимания, что-то меняется в его жизни. Он извлекает максимальную ценность из этой книги. Слушай, Макс, а это же получается и в спорте так, да, когда ты пробуешь различные виды спорта и находишь тот, с которым резонирует. И, допустим, обед, когда заказываешь блюдо, вот это блюдо резонирует, да, оно тебе по душе. Совершенно верно. То есть вся жизнь — это пробы. Пробы. Ты пробуешь, ищешь своё, нащупываешь. И вот я хотел продолжить с книгами, что многие люди, они, то есть когда у них доминирует именно ум и логическая часть, они очень часто покупают книгу и начинают заставлять себя её читать. Потому что кто-то сказал, что это классная книга, что это очень супер, это изменит твою жизнь, пригодится. Понимаешь, тяжело читать не свою книгу, да. Да, то есть люди не чувствуют себя, они начинают, ну, ради каких-то морковок заставлять себя что-то делать. И вот здесь они теряют своё предназначение, контакт со своей душой. То есть это их не интересует искренне, не зажигает. Книга не идёт. Ну, отложи эту книгу, слушай, поищи какое-то другое чтиво для себя. Поищи, что тебя зажигает. И вот это вот зажжение, импульс, интереса, он является доминирующим в жизни звезды, в жизни реально успешного человека. То есть реально успешный человек, он постоянно ищет, радует его что-то или не радует. Если какой-то проект он начал, да, и этот проект раскрутился и приносит уже деньги, но он перестал радовать, то что делает успешный человек? Он его закрывает. И мы это можем видеть, да, либо продаёт, либо что-то с ним делает, да. Мы можем это видеть постоянно вокруг, что там твой старт, да, закрывается, там Тинькофф закрывает какой-то свой проект и так далее. Это не признак того, что эти проекты не приносят деньги. Это признак того, что здесь больше душа не самореализуется. Это и есть признак успешного действительно человека, который живёт по своему предназначению. Он экспериментатор. Он постоянно впрыгивает в какие-то новые вещи, экспериментирует, ищет своё. Ищет, где этот креативный поток, он раскроется по полной. И вот там, где это раскрытие идёт, да, потоковое сильное состояние, сильный интерес тебя сильно зажигает. И ты каждый день просыпаешься, и, блин, ждёшь этого момента, когда же я снова займусь этой радостной деятельностью для меня. Здесь результаты вообще не доминируют, то есть они вообще там на последнем месте. А вот смотри, про как раз бизнес, про предпринимательство. Вот когда, допустим, какой-то успешный предприниматель, да, закрывает либо продаёт бизнес, многие там завистники, наблюдатели могут сказать, что этот человек неудачник, облажался, и они не видят, да, картины целиком. А для этого человека это реальный успех – закрыть бизнес. Даже пускай, если он на подъёме, либо там на спаде, неважно. Главное, если ему перестало резонировать, если он хочет что-то пробовать другое, то он берёт, закрывает и пробует другое. Для него это большой успех, правильно? Совершенно верно. И когда человек не живёт мозгами, да, то есть не живёт представлением, какой должна быть его жизнь там или какой не должна, когда он не живёт мечтой, не живёт целями, да, а вот в нём больше доминирует именно его искренний интерес, этот душевное горение, то тогда с ним вот и происходит такой образ жизни через эксперимент. А когда ты привязываешься к результату, когда ты привязываешься к картинке в уме, какая должна быть твоя жизнь, у тебя очень часто возникает конфликт с самим собой. То есть тебя, вроде ты картинку достиг, да, даже, или ты движешься к картинке, но тебя либо путь не устраивает, либо сама эта картинка, когда ты её достиг, ты чувствуешь, она тебя уже не радует. И многие в этом застревают. То есть они продолжают верить, что картинка — это важнее, чем твоё ощущение, чувство. Ты самореализовываешься, радуешься в этом или не самореализовываешься и не радуешься. И вот вопрос, то есть только в этом, когда ты перестанешь управляться из ума, понимаешь? То есть когда капитаном перестанет быть ум и начнёт быть сердце. То есть вот когда человек переходит в жизни по душе, в измерение жизни по ощущениям, всё, он постепенно начинает возвращаться в своё предназначение. Потому что предназначение — это не логическая вещь абсолютно. Она не понимается из головы. То есть это может на какое-то время, когда ты уже следуешь этому, следуешь потоку, следуешь своему интересу, радуешься, ты в какой-то момент в голове понимаешь, в чём твоё предназначение. Но стоит тебе зафиксироваться в этом и сказать «моё предназначение в этом». Всё, ты начинаешь опять впадать в какую-то старую ловушку, что вот ты только должен жить каким-то таким образом конкретным. А как складывается жизнь, никто не знает. Вот это понимаешь, сегодня ты в одном настроении, завтра ты просыпаешься, и у тебя совершенно другое настроение. Твоя жизнь — совершенно другое приключение. И каждый день твоя жизнь — новое приключение. Вот те люди, которые сотрудничают с этим приключением, постоянно впрыгивают, экспериментируют, готовые что-то менять в своей жизни, не фиксируются, у которых не доминируют мозги, вот они как раз и радостные, счастливые, они как раз звёзды. Они очень часто являются примерами для других людей. Но другие люди не видят, что ими управляют, понимаешь? То есть со стороны кажется, что он достигатор, со стороны кажется, что он движется к деньгам, к каким-то картинкам. Да нет, он просто по душе живёт. Он просто живёт от души. И он живёт так, как ему и предназначено от природы. А большинство людей живут по схеме, понимаешь? Они живут по привычкам, как должно быть, в мимикрии, в подражании. Они просто не знают, кто они, а как они могут это узнать? Они никак не могут узнать. Они могут просто начать эксперименты, сотрудничество со своим потоком, со своим ощущением вот этим вот, как идёт. Понимаешь, как спонтанно сегодня идёт. Я уже предвижу вопрос от наших зрителей. Кто-то говорит прямо в эту минуту. Макс, Артём, вам легко говорить. У вас уже там финансовые потребности закрыты. А мне нужно кормить семью. У меня кредит, у меня ипотека. Я хожу на работу и не могу оттуда уволиться. Какое нафиг предназначение? Мне как минимум ещё пять лет впахивать, чтобы закрыть эти-эти-эти долги. Там машину купил, там ещё что-то, бытовую технику. Какое нафиг предназначение? Что можно здесь ответить? Ну, если человек взял кредит, он, конечно, попал. То есть он находится в рабстве. Ему нужно любыми способами именно из этого внешнего рабства вырваться. Потому что это реально, это проблема. Это реальная проблема. И человек как раз влез в эту проблему, потому что он не по душе жил, он по мозгам жил. То есть он увидел у кого-то что-то. Ага, хочу как у него. Возможностей-то нету ещё. Естественно, эта ситуация не вызрела. И он решил её решить искусственно, по мозгам пожить. И ради этого, ради того, чтобы получить что-то, что у других, да, ну и что, вот как ему кажется, без чего он не может обойтись, он лезет в ловушку кредита и становится банковским рабом. То есть он сам себя добровольно сдаёт в рабство банку. Это, конечно, проблема. Из этой проблемы теперь нужно выбираться. То есть её нужно как-то решать. Здесь уже, когда ты находишься в рабстве, да, ну вот давай представим негра, да, который находится в рабстве у какого-то белого, там, 200-300 лет назад. Ну, а какой здесь, можно говорить, жизни по душе, да? Ну, другой вопрос, что там он не по своей воле как бы влез, да, в это, такая система была. А здесь-то ты по своей глупости влез в это всё. Поэтому первое, что здесь, конечно, нужно сделать, это вылезти из этого рабства. Но, опять же, когда человек вылазит из этого рабства, смотрите, если ты работаешь на какой-то работе, которая тебя не радует, ты всегда в своём регионе проживания можешь найти другую работу, наёмную, которая тебя будет больше радовать, которая будет более интересна для тебя. Опять же, подключай эксперимент, ищи. Ты можешь находиться на этой работе, ты там уже на нелюбимой работе работаешь. Ищи любимую работу, ходи на собеседование, ищи другие варианты. Кто тебе мешает? Мешают только твои привычки, твои страхи. Никто тебе больше не мешает. И когда ты найдёшь более интересную работу, там ты быстрее дашь свой кредит, потому что там у тебя будет всё-таки начинать какая-то душевная самореализация. Тебе будет интересно заниматься то, что ты делаешь. Денюжка пойдёт лучше. Опять же, нет никакой проблемы в деньгах, понимаете? Деньги не являются каким-то противопоставлением жизни по душе. Наоборот, когда ты занимаешься тем, что тебя радует, что тебе интересно, там ты способен создавать самые качественные продукты, услуги, там ты способен качественнее всего работать на других людей, оказывать им какую-то ценность, поддержку. Поэтому это не вопрос конфликта с деньгами, это вопрос понимания, что ты находишься в ловушке. То есть вот это «мне нужны деньги, поэтому я занимаюсь тем, что мне не нравится» — это ловушка. Это ловушка, в которую ты сам себя поместил, а тебя, в принципе, давно в это поместили через ментальное обуславливание. Ты боишься, ты просто живёшь в страхе. Этот страх доминирует. Ты боишься экспериментировать. Вот и всё. А жизнь по душе, она требует эксперимента. Разные степени риска, да. Но это не риск на самом деле. Вот ты же находишься там в офисе, ты работаешь в нудной какой-то работе, которая вообще тебя не радует. Что тебя там держит? Вот если мы начинаем рассматривать, работать с человеком, да, через скайп, и мы рассматриваем, а что его держит, он видит, что ничего его не держит там. Его держит просто страх, ощущение, что завтра может он остаться без денег. Так в том-то и дело, что ты не можешь остаться без денег. Ты можешь пойти завтра, уволиться, на другую работу прийти, и там будут, в принципе, те же деньги, ты можешь себе позволить. Но там будет более радостно, там будет более радостное окружение, более радостный коллектив. Ведь проблема не в офисе. Вот у меня есть офис, да, и там творческая атмосфера. Проблема не в офисе. Проблема в тебе. Человек, пойми, что все проблемы в тебе, и единственная проблема, которую можно назвать проблемой, в тебе доминирует ум и мозг. Ты живешь не по душе, ты живешь по мозгам. Мозг тобой управляет. И все, что я делаю с людьми, я их перевожу в душу, перевожу в ощущения, перевожу в состояние, где человек постепенно начинает раскрываться к своей природе, к тому, что ему даровано от природы, и начинает проживать свою жизнь, не чужую жизнь какую-то, которую воспитали в нем там, или сказали, что тебе так нужно жить, по этой схеме, по такому-то алгоритму. Я возвращаю людей к их природе, к их естеству. И это естество не противоречит деньгам, не противоречит тому, что ты работаешь в наеме, или у тебя свой бизнес. Вообще никакого противоречия нет. Просто ты начинаешь все делать совершенно в другой плоскости. Ты начинаешь делать это по-другому. Вот все делают ради результата, ради денег, а ты начинаешь делать ради любви к тому, что ты делаешь. Ради того, что ты получаешь радость, счастье, самореализацию сегодня. Ты ради этого и появился на этой планете, чтобы радоваться каждый день. А не мечтать об отложенном удовлетворении на завтра. А когда же случится этот момент, когда у меня будут деньги, ты один, два, три, четыре, и я смогу порадоваться. Да ты просто сам себе обуславливаешь вот этими всеми условиями свое счастье в настоящем. Пойми это, что нет никакой необходимости мучить себя сегодня, заставлять себя быть с теми людьми, с которыми тебя, ну, не резонирует тебе, да, заставлять быть в месте, которое тебе не резонирует, заставлять себя делать то, что тебе вообще никак. Ты сам, только сам себя заставляешь, точнее, твой ум тебя заставляет. А твой ум — это сервисная программа, которая была имплантирована кучей всяких идей, да, вот о том, что ты должен, что ты не должен, как правильно, как неправильно. И эти идеи, они доминируют над тобой и управляют твоей жизнью. Вот когда ты это понимаешь, всё, твоя жизнь абсолютно, ну, мгновенно, ну, давай так, не мгновенно, очень быстро начинает трансформироваться и меняться, переходить в измерение счастья, радости, удовлетворения здесь и сейчас, а не когда-то потом. Да, ты знаешь, что я ещё заметил? Вообще, самое грустное, что происходит в мире, это то, что люди проживают не свою жизнь, да, и это мы уже задели. И вот, даже вот пример по поводу картинок, там, морковок и так далее. Взять нашу программу, да, естественно, там разные страны, разные люди, общение о ценностях свободы, о ценностях путешествий, денег, свободного времени, хобби и так далее. Знаешь, что я заметил? Даже вот недавно мы поставили такой интересный эксперимент на острове. Приезжают к нам люди, приезжают к нам ученики, да, и так далее. И кажется, вот остров, вот они пальмы, счастья, вот об этом мы мечтали. Но люди, проживая месяц, видят, что это оказывается не их и возвращаются назад. То есть, вот ты правильно отметил, что картинка, она может быть интересной, красивой, желанной, да, я хочу как бы попасть в эту картинку, но ты попадаешь и ты понимаешь, что это не по душе. И здесь еще вот это одно доказательство, что каждый человек имеет именно вот свою волну, свое предназначение. И не факт, что если что-то он увидел внешне, ему это ляжет, ему это понравится, будет с ним там вот именно идти по жизни и так далее. И вот какой вопрос. Есть разные люди с разными доходами в том числе, и мы уже понимаем, что доходы не делают человека там успешным и счастливым, да, и есть тому подтверждение, когда мы видим человека, который получает 50 тысяч долларов в месяц и не улыбается практически никогда. А есть человек, который реально занимается любимым делом, у него есть куча свободного времени, чтобы проводить его с друзьями, с семьей, в каком-то творчестве, и он зарабатывает всего лишь тысячу долларов в месяц. Но этот человек реально успешней. Вот в чем здесь парадокс, Макс? Вот именно на твой взгляд, с твоей точки зрения. Как может быть так, что у человека гораздо ниже результаты, а он в несколько раз счастливее и успешнее, чем более, как бы, в кавычках преуспевающий человек, более финансово успешный? Отличный вопрос. Давай его утрируем еще, да. Когда я приехал в Азию, вот в Таиланд в первый раз, я увидел кучу, ну вот действительно очень много нищих тайцев, которые очень счастливы. Вот это меня поразило. То есть люди, которые живут на копейке, но они постоянно улыбаются, и эта улыбка не фальшивая. Искренне, да. Они все время, да, они все время о тебе беспокоятся как-то. Вот это чувствуется даже в сфере обслуживания очень часто. Там ты заходишь в какой-то недорогой ресторанчик, ну и там тебе что-то приносят, тебе улыбаются, о тебе заботятся. Это исходит из сердца. Люди занимаются своим, ну вот видно это. Понимаешь? И давай возьмем другую крайность. Какие-то мультимиллионеры в Америке, да, которые там торчат на наркотиках, да, и постоянно ищут, что бы еще добавить в свою жизнь, чтобы получить новую дозу чего-то, что якобы должно вызвать счастье. Экспериментируют. Да, да, да. То есть вот две такие плоскости. Когда я видел и то, и то, да, то есть я видел людей, которые зарабатывают миллионы и при этом очень несчастны на самом деле. Когда ты с ними общаешься, ты это понимаешь. Я видел людей, которые ничего не имеют, и они очень счастливы. Какой вывод мы можем из этого сделать? Что счастье никак не связано с количеством денег вообще. То есть с количеством денег оно не связано. Оно связано с чем-то другим. А с чем оно связано? Оно связано с чем-то другим. С тем, насколько ты являешься сам собой. Насколько ты занимаешь свое место. И насколько ты не обуславливаешь свое счастье с какими-то вещами. Понимаешь, вот есть такой хитрый процесс в уме, который говорит, что если у меня будет то-то, то только тогда я буду счастлив. Это самая частая фраза, встречающаяся у людей. Да, и получается, что когда этот процесс доминирует, вот если у меня будет то-то, то только тогда я буду счастливой. Да сам человек, вот свое счастье природное, он начинает связывать с этой вещью. Понимаешь, это хитрый процесс, его не видно. Это нужна осознанность для того, чтобы увидеть, как человек это делает. То есть он попадает в какое-то обычно состояние, которое он называет плохо, опять же, в уме. Не то, чтобы это состояние плохое, оно просто есть, это состояние есть. Но человек его привык называть плохо. И он сам себе говорит, для того, чтобы у меня этого плохого состояния не было, мне нужна какая-то штука. И он думает, что когда эта штука появится в его жизни, он будет все время в хорошем состоянии. И это ловушка, потому что состояния всегда меняются. Их природа изменчивости. То есть состояние приходит и уходит. Неважно, сколько у тебя денег, ты будешь испытывать иногда и дискомфорт, и боль, и все остальное. То есть количество денег не делает твою жизнь такой, что в ней перестает быть боль, перестает быть то, что люди называют плохо. Понимаешь? Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько ты перестаешь называть разные состояния плохо-хорошо. Насколько ты открываешься фактом жизни. Ну вот ты сегодня проснулся, у тебя какое-то состояние. Ну зачем ты его называешь плохим? Оно просто сегодня такое, оно другое. Кто тебе сказал, что оно должно быть сегодня таким же, как вчера? Это всего лишь иллюзия. Это всего лишь бесконечное застревание ума в том, как должно быть, в том, как не должно быть. То есть ум доминирует, он все время делит жизнь плохо-хорошо, должно быть, не должно быть. И это бесконечный доминирующий процесс делает человека несчастным. А при этом жизнь, она просто течет, она все время разная. И сегодня может быть такое, завтра может быть другое, после завтра третий. В этом и весь кайф жизни, она все время меняется. Это непредсказуемое приключение. Когда человек переходит в сердце, открывается тому, что есть, да, и он начинает естественно жить без конфликта с какими-то обстоятельствами, с какими-то состояниями, он улыбается разному, он друг разному, он открыт жизни, понимаешь? Он перестает бегать за какой-то идеализацией жизни, какой она должна быть. И вот эта идеализация, мечта, да, картинка, она перестает доминировать. Он живет реальностью, тем, что есть. Он живет наслаждением своей жизни в настоящем. Разные состояния, разные ощущения, разные люди. И через это его жизнь переходит абсолютно в другую плоскость. В плоскость бесконфликтности, в плоскость естественности, в плоскость открытия каким-то новым приключениям, возможностям, которые он всегда обходил, потому что он называл какие-то состояния плохо, да, какие-то возможности он называл, это проблема. То есть он видел в этом проблему, он все время сам бегает от этого. Но через эту проблему открывается дверь в новую жизнь, в какие-то новые, более приятные ощущения, понимаешь? Так что люди сами себе тюремщики, можно сказать, в этом плане. Они сами себе закрывают возможности, потому что доминирует все время определенная схема, как должно быть, как не должно быть, какая должна быть моя жизнь, как правильно. Как у этого, как у того я хочу зависть, ну, вот зависть какая-то, да, вот это доминирует. Вот. И пока это продолжается в человеке, ну, не будет он счастлив. Вот. И вопрос в том только, когда человек устанет бегать за этими морковками, за этими как должно, как не должно, и осознает, что просто вот счастье в другой плоскости находится, понимаешь? У кого-то сейчас вот срезонировала вот эта мысль очень сильно, в любом случае, да? И человек говорит, да, в целом вот понятно, что сейчас я уже могу быть абсолютно счастливым. Конечно, у меня в голове там еще много мыслей про будущее и так далее. Но как же мне все-таки отпустить вот эти вот привязки в виде обязательств? В семье обязательства, на работе в обязательства, там где-то там с друзьями обязательства, пусть которые там мне не очень нравятся, но вот набрал обязательств, да? Как же отпустить все это? Есть ли какие-то рецепты, шаги? Постепенно. Не нужно ничего резко ломать. Это новый план будет из ума опять. Постепенно нужно возвращать свою жизнь из мышления в ощущения, в чувства. Резонирует, не резонирует. И это постепенный процесс. Когда человек понимает вот эту фишку, он постепенно начинает прислушиваться к своим ощущениям. Мне хорошо с каким-то человеком или плохо. И когда вот этот момент с ощущениями, да, момент с радует-не радует, резонирует-не резонирует, он начинает все больше доминировать, то человек начинает переходить естественно в новую жизнь. Это естественно происходит. То есть не нужно срочно что-то ломать, рушить, да? Может, у кого-то и срочно, да, вот возникнет понимание, блин, а зачем я давно живу, в чем-то не резонирует. Надо осознанно присматриваться к своей жизни, что происходит. Зачем вот я хожу на работу, зачем я хожу? Исследовать. Я хожу ради денег, да, или все-таки мне интересно там еще? Если мне все-таки там интересно еще, да, но я могу продолжать ходить туда. Но если мне совсем неинтересно, то вот доминанта денег может ли продолжать удерживать меня на этой работе? Искал ли я какие-то вообще новые возможности? Я что-то исследовал? Я смотрел в какие-то другие стороны, чем я привык смотреть обычно? То есть это вопрос перехода в осознанный образ жизни, к такому серфингу по жизни, когда ты все время прислушиваешься. А тебе вообще по ощущениям как? То есть ты как себя чувствуешь в твоей ситуации? Если есть какие-то отношения с каким-то человеком, да, близкие, что доминирует в этих отношениях? Все-таки я люблю этого человека? Ну понятно, что отношения никогда не бывают идеальными. Иногда ругаешься там и еще что-то. Но продолжает ли быть какая-то тонкая духовная связь, которая меня все-таки удерживает с этим человеком? Или мне единственная мотивация продолжать отношения с этим человеком, потому что у нас общие дети, потому что мне нужен секс, потому что, знаешь, какие-то начинают материальные доводы быть? То есть связывает ли этих людей какой-то глубинный резонанс? Хорошо ли этим людям вместе все-таки, вот в большей степени, чем по отдельности, да? То есть им вместе лучше, чем по отдельности? Если лучше, то эти отношения, конечно же, нужно продолжать. Но если, ребята, если вам давно уже лучше по отдельности, вы мечтаете каждый раз как бы быть по отдельности, да, но вы продолжаете возвращаться и жить привычной серой жизнью, терпять друг друга, ну зачем вы это делаете? Откройтесь новыми возможностями, откройтесь новой радостью. Вокруг вас миллионы людей. Даже если у вас есть дети, это не предлог. Можно продолжать как-то общаться и воспитывать детей, да, как-то поддерживать. Например, то есть вот мужчина, да, он уже не любит женщину, но есть общий ребёнок. Ну хорошо, поддерживай эту женщину, не ругайся с ней, не расходись совсем с ней, просто закончи эти близкие отношения, откройся другим. Но продолжай ей помогать, продолжай ей поддерживать. То есть не надо уходить в конфликте как бы. Всегда можно, это как-то естественно выйти из этих отношений, понимаешь? Да. И то же самое со всем, то есть всегда можно найти способ, как постепенно что-то закончить, что не радует, и перейти в плоскость радости. Какие-то отношения нужно резко закончить, потому что они постепенно не заканчиваются, и ты понимаешь, что ты в них страдаешь. Но это вопрос решительности, это вопрос прыжка. Когда человек впрыгивает всё-таки, решается на какие-то эти изменения, потом он видит, что его жизнь стала лучше. Это ему кажется сейчас, что если всё разрушится, люди же цепляются, они цепляются за привычное. И они боятся изменений, страшно боятся изменений. Но природа жизни – это постоянные изменения, это так устроена жизнь. Вот эти изменения, они и радуют, понимаешь? Вот, и когда человек это понимает, что не привычки радуют, не вот это известное радует, а радует вот этот эксперимент, приключения какие-то, да? Когда человек за этими приключениями следует, когда он постоянно в это впрыгивает, он переходит в качество жизни. Он начинает чувствовать энергию внутри себя. Эта энергия не застаивается, она не подавляется. Она имеет возможность проявляться, естественно. То есть естественный интерес, желание радоваться вот это вот от всего, что происходит с тобой в настоящем моменте, это естественно. И когда человек поддерживает это, он становится радостный, счастливый, самореализованный. Это называется именно самореализация. От момента к моменту ты живешь в самореализации. Ты реализуешь свое нутро, свое естество. И это никакой, не имеет в своей основе конфликт, ну вот как бы никакого конфликта в этом нету с другими людьми. То есть ты самореализуешься, если с кем-то тебе интересно, вы самореализовываетесь вместе. Если не интересно, ты не борешься ни с кем, не пытаешься их подавлять, контролировать. Ты просто идешь дальше. Переходишь дальше. Вот я часто тоже проговариваю эту метафору, которую я прочитал в трансерфинге у Зеланда. Если тебе, вот жизнь это галерея такая картинная, ты подходишь к какой-то картине, нравится тебе, смотришь, наслаждаешься. Не нравится, переходишь к следующей картине. Не борешься с картинами, не пытаешься что-то там критиковать, как-то там, не знаю, уничтожить эту картину. Не надо, переходи дальше. Ищи радость, ищи то, что тебя вдохновляет. И через эту радость, через это вдохновение твоя жизнь абсолютно превращается в самореализацию. Да, никаких конфликтов с картинами и вообще никаких проблем не будет. Да, либо бывают ситуации, ты не можешь что-то реально изменить. Но вот бывают ситуации, ты находишься в таких обстоятельствах, выбора нет, реально нет. Это здесь вот и нужна осознанность, чтобы рассмотреть, реально ли нет выбора, или ты все-таки боишься что-то выбрать. Но бывают ситуации, когда реально нет выбора. А когда нет выбора реально, нет и проблемы, потому что выбора нет. И ты не паришься, ты просто принимаешь как есть то, что есть. Это значит от природы тоже, а вот сейчас от Бога можно сказать эта ситуация, когда нет реально выбора. Но есть ли выбор или нет, ты должен проверить. Если ты пытаешься выбрать, а ну вообще, ну вот не выбирается, все, позволь этому быть. Не страдай в этом. Смотри, секрет успешных перемен, да, то есть если какие-то перемены нельзя сразу осуществить, то попробуй их постепенно осуществить. Многие люди же как раз стараются все сразу, если сразу не получилось, то все как бы бесполезно. А многие перемены как раз можно осуществить постепенно. Конечно, постепенно. Но здесь должно случиться с человеком понимание. Вот когда слушатели посмотрят это видео, да, если случится с человеком понимание, что не мозг и его представления должны доминировать жизнью, а сердце, ощущения, чувства, то с ним постепенно вот эта вот трансформация произойдет. Если человек начнет наблюдать за собой, что происходит в теле, что происходит в уме, что вечно надиктовывает этот внутренний диктор, да, и если он будет видеть, что этот внутренний голос не является человеком, это просто сервисная программа, это не являешься ты сам, если ты сам себе что-то ла-ла-ла, бла-бла-бла, потому что люди любят оправдывать сами себе что-то, да. Так вот, это оправдание, оно происходит не от сердца, не от души. Это ум оправдывает, чтобы удерживать тебя в привычном, в схеме удерживать, да. И обманывает тоже ум, да, всех других людей. Должен постепенно научиться переводить свое внимание из мозгов, из ума в настоящий момент в присутствии, в свои ощущения, в ощущение интереса и потока, поиска, что резонирует, что не резонирует, что интересно, где интерес уже затух и вообще его нету. И человек начинает оправдывать, почему он этим продолжает заниматься. Вот когда эта осознанность появляется в жизни человека, она является лекарством. То есть новой схемы нет. Вопрос не в том, чтобы сейчас послушать это видео, послушать меня, тебя, Артем, и прийти к какой-то новой схеме, да, новая схема жизни. Вопрос в том, что жизнь не происходит по схемам вообще, понимаете? Вот это главное лекарство, что схемы должны перестать доминировать в вашей жизни. То есть если вам что-то по душе, вы можете к этому приложить какой-то небольшой план, да, можно поставить какую-то цель, которая этот импульс душевный направит к определенному, можно сказать, результату, да. Но этот результат вам не важен, он не доминирует. Важно свое ощущение самореализации по ходу движения к этому результату. То есть важно это получать удовольствие и любить то, что вы делаете. Вот это самое важное. И если вы это делаете вот так вот, то получаются очень качественные вещи сами собой. То есть результат приходит сам собой в свое время, и вы поэтому не озадачены им, потому что вы любите то, что вы делаете, и вы, естественно, поэтому начинаете это делать высококачественно, профессионально, обучаться, прибавлять сюда какие-то навыки. Но если вы думаете, что благодаря какой-то схеме, благодаря получению каких-то навыков и изучению инструментов вы получите результат и будете в этом счастливы, и это все не радовало при этом, это все не было самореализации, это чушь, это ерунда. То есть не компенсируют какие-то внешние знания, инструменты и представление результата вот этого процесса движения к этим результатам не по душе, не по самореализации, понимаете? Поэтому именно вот этот момент самореализации, душевного раскрытия в какое-то творчество, он всегда должен доминировать в вашей жизни. Это то, что, естественно, от природы и дано. От природы и дано нам, естественно, заниматься тем, что нам нравится, что мы любим. И искать это, постоянно искать именно это. Вот эти даже вопросы, которые ты задал простые, там «Как я себя чувствую? Счастлив ли я? Куда я иду?» Это классные вопросы, вернуться здесь и сейчас и повысить свою осознанность как раз вот в моменте. Правильно? Абсолютно верно, да. Постоянно спрашиваете себя, радует ли меня это? А кто сейчас вообще, вот кто делает то, что сейчас делает, кто и кто делает? Это мозги мои делают или все-таки это я делаю? Я, душа. Это от души идёт или от мозгов? Задавайте себе почаще этот вопрос. И мы постоянно вот с людьми, с которыми я работаю, опять же, через скайп, мы постоянно учимся заново. Ну это, скажем так, мы не учимся, а мы разучиваемся жить механистично, привычно, да? То есть мы учимся заново жить естественно, осознанно, от души, как нам и дано. Недавно в Твиттере ты ссылку размещал на Задорнова. Там очень интересно начинается, да, что он выходит, у него хорошее настроение, и он понимает, что у многих людей такого настроения нет, и как бы нужно оправдываться за хорошее настроение. Да. Почему так происходит, что действительно, если там у тебя хорошее настроение, а вокруг всё плохо, там в Украине война идёт, да, почему как бы человек должен заставлять себя чувствовать хуже, чтобы как-то выглядеть более адекватно в глазах других? Ну, опять же, я в той же плоскости буду отвечать. Когда доминирует эго, ум, идёт и доминирование идей, представления, как я должен выглядеть, а что обо мне скажут. То есть этому придаётся очень большое значение, потому что человек считает, что он должен соответствовать каким-то моделям, он должен соответствовать ожиданиям других людей. Но когда ты переходишь в измерение жизни по душе, ты всё сильнее отвязываешься от вот этого момента, что думают о тебе другие. Какая разница, что о тебе думают другие, если ты себя чувствуешь хорошо, если ты чувствуешь, что ты сейчас самореализуешься. Это должно доминировать. И если это тебя ведёт, если твоя душа тебя ведёт по жизни, то, естественно, очень многие люди скажут, чувак, да ты вообще, как ты можешь? Все же живут не так. То есть они будут тебя пытаться, конечно же, опять засунуть в какую-то схему, в какую-то модель. Но если силён контакт с самим собой, естественно, ты понимаешь, что это всего лишь попытка тебя заново привести в какую-то модель. И ты не борешься с этими людьми, ничего не пытаешься им доказывать. Ты просто идёшь своей дорогой. Бесполезно. Вот если человек живёт в доминировании схем, если он социально приемлемый, ему это сейчас, он придерживается этого. И если ему это ещё нормально, если он это не исчерпал, и если он ещё не понял, что в этом невозможна самореализация, бесполезно с ним разговаривать и ему что-то объяснять. Он ещё не исчерпал, он ещё не наигрался в эти социальные модели. Поэтому здесь просто проходишь мимо. Проходишь мимо и дальше идёшь. И всегда на твоём пути найдётся очень много душевных людей, которые будут с тобой резонировать, которые тебя поймут, которые тебя поддерживают, которые живут естественно от души, своего истинного центра. Или стремятся к этому. То есть у них процесс пробуждения из социальной матрицы уже запустился. Они будут интересоваться тем, что ты говоришь. Естественно, искренне. Это означает, что душа уже всё, загорелась. То есть она уже настолько устала от этого достижения, от этого соответствия, от этих попыток постоянно кому-то нравиться. То есть человек уже убедился, что это не ведёт к счастью. То есть какой бы ты идеальный ни был, всё равно кто-то найдётся, кто тебе придёт и скажет, «Ты говно, ты проблема, ты заноза в моей жизни, исчезни, тебя надо уничтожить». Понимаешь? То есть всегда найдутся такие люди, которые будут против тебя. И вот когда человек понимает, что невозможно соответствовать всем этим ожиданиям, людей вокруг миллионы, у каждого свои представления, ты не можешь засунуть себя в идеал такой, когда ты будешь всем соответствовать. Да и такой потребности нет от природы. Понимаешь? Единственное, что необходимо, это быть собой. Быть в мире с самим собой, со своими чувствами. И когда ты так живёшь, всегда найдутся такие же люди, которые тоже более-менее в мире сами с собой и тоже хотят с тобой общаться. Понимаешь? А либо те люди, которые чувствуют, что они не в мире с собой, и им нужен вот такой человек, который уже находится в мире с собой, и он им поможет вернуться в этот мир, в это естественное состояние счастья и радости. Понимаешь? Вот поэтому никакой борьбы ни с кем. Поэтому с социумом мы не боремся, мы не пытаемся кого-то менять. Мы просто ищем тех людей, у которых по ходу серфинга с нами резонанс. И всегда такие люди находятся. Вот мы с тобой сразу срезонировали, с Димой Смокотиным, мы сразу срезонировали. Есть огромное количество людей, мы встречаемся, у нас просто полная идиллия в общении. Мы от души общаемся, и у нас в этом идет огромное раскрытие. И потом на это уже приходят новые идеи, то есть идет творческий, креативный процесс, новые идеи. Мы что-то записываем, но мы не записываем ради результатов. Мы наслаждаемся своим вот этим радостным состоянием общения и ценности этого общения друг с другом. Да, то есть вот ответы-то по сути они прям под ногами, прям рядом, да? И гораздо проще все. А человек усложняет, потому что он привык усложнять и думать, что жизнь оказывается сложная штука. Что как же я это найду предназначение, это сколько его искать, это куда нужно ехать, да? С какими людьми знакомиться, а все гораздо проще может быть. Просто начинай пробовать делать то, что тебе нравится, и в результате что-то найдешь. Встретишь какого-то человека, произойдет какое-то событие, и как раз случится вот такое, что ты с этого момента начнешь жить действительно по душе, и все остальные сферы жизни начнут как-то вот улучшаться, складываться и приходить к балансу. Правильно? Совершенно верно. И вот я еще хотел по предназначению добавить такую вещь, что каждый человек знает свое предназначение, каждый момент времени. Другой вопрос — он просто не сотрудничает с ним. Ему кажется, что это нерационально, ему кажется, что так нельзя сейчас. Но это предназначение, оно его как раз и толкает все время к этому ощущению, что он не на своем месте. То есть вот ощущение, когда человек чувствует, что что-то не так в его жизни, это и есть ощущение, что он не сотрудничает со своим предназначением. Это предназначение, душа его, ему говорит через вот это ощущение, не своей тарелки, что ты не на своем месте. И очень важно постоянно, от момента к моменту, искать свое чувство тарелки, свое чувство, вот это вот я на своем месте. Вот, то есть я действительно занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Я действительно нахожусь там, где я хочу находиться сейчас. И не важно, что думают другие, я так чувствую. Хочется мне отдыхать — я отдыхаю, не хочется — не отдыхаю. хочется творить — я творю. Это и называется свобода. Понимаете, вот эту свободу все ищут, когда ты живешь в мире сам собой, со своим предназначением, со своей душой. И это создает самые шедевральные вещи, обстоятельства и все остальное в жизни. То есть через это человек приходит в такое состояние, когда он в потоке живет. А вот эта потоковость, этот поток, он и создает все офигенные продукты, ситуации там и все остальное. Понимаете? То есть вот этого все ищут. Чувство потока. Жизнь в потоке. Жизнь как приключение, жизнь как самореализация, жизнь как песня, как танец. Жизнь в танце. Ты танцуешь с энергиями, с потоками. Ты ни с чем не борешься. Ты живешь вне конфликта с собой, и поэтому у тебя нет конфликта с миром вокруг. Потому что эти вещи, они зеркально связаны. Если ты борешься сам с собой, подавляешь в себе что-то, ты неизбежно будешь бороться с миром. Но если ты интегрируешь сам себя, ты принимаешь разные свои состояния, разные ощущения. Если ты танцуешь со своим потоком, как он хочет выразиться, то ты начинаешь так же и с другими энергиями, с другими людьми тоже танцевать дружественно, нет конфликта в этом. И вот это все ищут. Это называется жизнь по душе. И когда человек возвращается в это состояние, неважно, сколько у него денег, неважно, есть кто-то рядом с ним или нет, есть у него сейчас любимый человек или нет, он всегда находится в состоянии удовлетворения и мира самим собой. И это наше естественное природное состояние, которое, к сожалению, у нас отнимают. То есть это отнимается. И мы сейчас не будем говорить, это плохо или хорошо. Так произошло, так случилось. И вопрос заключается просто в том, когда каждый из нас вернется в свое естественное состояние танца с жизнью, самореализации. Мне очень понравилось, как ты сказал, что мы делаем не для результата, а потому что нам по кайфу. Я смотрю, что парадокс-то в чем заключается. Мы действуем по кайфу, а результат приходит гораздо быстрее, проще, легче, масштабнее, чем действовать ради результата. Вот еще вот. Это такой прям фантастика. Это ты палишь фишку звезд. Это действительно главная отличительная черта. Звезд, они делают легко, быстро, потому что это от души идет. Тут получается, смотри, поехал в какое-то путешествие, потому что по кайфу. Пообщался с этим человеком, по кайфу, да? Что-то сделал вот из разряда хобби, тоже классно. А бах, результат, он сам пришел. Да. Плоды, в любом случае, они приходят. Когда человек самореализовывается, всегда приходят плоды. Но вот, ты понимаешь, я очень долго не понимал, что в моей жизни были периоды, когда я что-то делал ради плодов, я был несчастный. Да, и плоды-то не достигались. Да, и не радовали плоды. Ну так, чуть-чуть, знаешь, как бы. А были периоды, когда я о плодах не сильно задумывался. Вот когда я, например, смарт-респондер делал. Да не о плодах я думал, мне по кайфу все это было. По кайфу было пойти на семинар Димы, по кайфу пообщаться там. Потом меня озарила эта идея, я увидел это. По кайфу было создавать этот смарт-респондер. А потом уже там начали подключаться результаты, и я этот кайф начал терять. Понимаешь? И вот я этот момент никак не мог понять. И в какой-то момент результаты так доминировали, что я совсем несчастный становился, вроде бы, в деятельности, которая мне нравилась. И только когда я уже потом пообщался там с просветленным мастером, и не с одним, я понял. То есть во мне это понимание возникло, что нет никакой вообще необходимости привязываться к результатам. Если ты живешь по душе, деньги придут, результаты придут, нужные люди придут, твоя жизнь превратится в рай, в сказку. Она так сложится. Вот ты сейчас, кто-то смотрит на нас и завидует, и он завидует и думает, а вот надо как-то там повторять, что-то. Да нет, на самом деле, если ты будешь жить по душе, тебе будут все завидовать. И не будут понимать, почему у тебя вот это так происходит. Этому все и завидуют, жизнь и по душе. А завидовать нечему, потому что тебе не надо повторять кого-то. Тебе нужно понять вот эту основу, что ты должен контакт найти с самим собой, со своей душой, со своим центром, со своими ощущениями, со своей радостью, со своим горением интересом. И просто жить синхронно с ними. И у тебя все получится, все придет в твою жизнь. Деньги, результаты и все остальное. И опять кто-то тебе будет завидовать, и опять будут тебя критиковать, но тебе уже не важно. Если кто-то хочет, он приходит, задает тебе вопросы, ты ему помогаешь. Если кто-то критикует к тебе, приходит, тебя пытается обесценить, ты с ним не общаешься просто. Бан! Бан и все, идешь дальше. Макс, спасибо тебе за классную, душевную беседу, которая вполне возможно поможет какому-то человеку найти свое предназначение, а возможно и нескольким десяткам людей. Пожалуйста. Я надеюсь, это очень поможет людям и действительно станет трансформирующим фактором. Потому что как меня это трансформировало в последнее время, и тех людей, с которыми я сейчас работаю, это, конечно, это не передать словами. Я вот удивляюсь, как за таким интересным общением пролетает время. Час пролетел, представляешь, а вот только начали общаться. Слушай, бонусный вопрос, если вот хватит, сейчас здесь места и батареек хотел задать. Вопрос на миллион долларов и про миллион долларов. Мы с тобой уже подняли эту тему, начали обсуждать в блогах, в социальных сетях. Опять же, многие люди реально гонятся за миллионом рублей, реально пытаются зарабатывать больше. И часто они отдают себе отчет, а для чего этот миллион рублей, а сколько это, а на что я потрачу миллион рублей, а может я вообще уйду не в ту степь и буду глубоко несчастным человеком. Как ты считаешь, вообще нужно ли ставить такую цель миллион долларов, если да, то в каком случае? Поделись просто своими мыслями. Хороший вопрос. Я скажу на своем примере. Я вообще перестал мечтать, я вообще перестал ставить какие-то там жесткие цели себе, и я перестал, можно сказать, практически вообще планировать. То есть у меня есть какие-то планы, но я планирую на один-два дня, и то я жестко не привязываюсь. То есть если у меня идет от души какой-то процесс, я его делаю. Если я чувствую, что не идет, не делаю. Или у меня есть какие-то вот моменты, они на меня сваливаются, нет возможности их не делать. То есть сейчас вот реально я понимаю, что нет возможности их не делать. Я просто делаю и не парюсь. То есть я не делаю из этого проблему. Спонтанно пришло что-то, я быстро сделал, забыл. Понимаешь? И в этой связи я тоже хочу сказать, что вот этот вот процесс доминирования ума, о котором мы сегодня говорили, он в том числе очень сильно подпитывается тем, что человек и снова и снова пытается определить свое будущее. То есть он хочет запрограммировать свою жизнь. А природа жизни она спонтанна. То есть эти настроения, ощущения потока, они постоянно меняются и в течение дня, и каждый день оно меняется. И поэтому вот жесткое планирование какое-то, целеполагание и тем более мечты, они вообще никак не сочетаются с тем, о чем мы сегодня говорили. Таким образом, вот ты спрашиваешь насчет миллиона, да, то есть это, опять же, некое представление, которое начинает управлять с человеком. И он начинает давить через усилие себя в какой-то результат, который он себе вот определил как миллион рублей там или миллион долларов. и в этом он не будет счастливый. То есть этот процесс движения к такому результату, он никогда не будет сопряжен с счастьем, потому что вот это вот постоянное движение по программе, как робот, да, то есть ты двигаешься к результату, как робот по программе, оно будет гасить твое счастье природное, твой поток, твою естественность, спонтанность будет постоянно или периодически сильно подавлять. То есть ты будешь это ощущать, как тебе не хочется сегодня вообще этим заниматься, но у тебя есть эта морковка с миллионом и ты будешь заставлять через усилие себя это делать ради этой морковки. Ты будешь просыпаться, все время представлять эту морковку жирную перед собой и это возбуждение ума ты путаешь, то есть это возбуждение ума на результат человек путает с искренним душевным позывом, с креативной самореализацией. Поэтому я здесь скажу еще раз, что забудьте о миллионах, забудьте о результатах, забудьте о деньгах полностью соберитесь на поиски своей интересной книги, которая вас зажигает в жизни. Ну книга это как метафора, то есть своего интересного дела, что вас интересует, куда бы вы пошли поиграться, поэкспериментировать, попробовать что-то. Ну давай честно скажем, озвучим эту вещь, что все звезды инфобизнеса, которые сегодня получают миллионы, они очень долго экспериментировали. я могу сказать совершенно точно и там про Азаматыча, про многих других ребят, про Женю Попова, очень много было эксперимента, поиска, что идет, что не идет. Им это очень нравилось все. И потом уже по чуть-чуть деньги там начали подключаться, понимаешь? То есть проблема не в деньгах, проблема в том, что деньги не доминируют. очень интересно ковыряться, экспериментировать, изучать это все. Какие-то новые, проходить программы, тренинги, где приобретаются навыки, но их никто не учит, как жить. Они чувствуют из души, как жить, как самореализовываться. Понимаешь? Поэтому не важно вообще, миллион вообще не важен. Если он должен прийти в твою жизнь, он придет. Если он тебе действительно, искренне нужен. А если он не нужен тебе, по-настоящему нет необходимости в этом. Ты просто завидуешь кому-то или хочешь как кто-то, да не придет он тебе, и ты счастлив будешь без него. Ты будешь очень счастливый, зарабатывая там 2-3 тысячи долларов, тебе будет вообще полностью удовлетворять все твои естественные потребности, но ты будешь счастливый, радостный. Понимаешь? И это счастье, радость, оно не стоит денег вообще никаких. Его нельзя купить. Свою самореализацию, свое предназначение невозможно купить за деньги. Потому что она тебе уже дарована, можно с ней просто сотрудничать. И возможно, когда ты будешь сотрудничать, к тебе в свое время придет этот миллион, а возможно не придет, но твое счастье от этого не пострадает вообще никак. Да. И ты знаешь, вот подтверждение твоих слов я просто нахожу в своем окружении, наблюдая за людьми, которые действительно успешны, счастливы, у них получается очень хорошо то, что они делают, и по сути они не зарабатывают миллионы. Ну а по поводу миллиона долларов, ты знаешь, ну, ты знаешь, да, что я проинтервьюировал там порядка сотни миллионеров в долларах и так далее. И я многим задавал этот вопрос. Была цель миллион долларов? Один или два человека сказали, что да, была. А остальные, да нет, мы даже не заметили, как там пришел первый и второй миллион. И вот это очень интересно. А многие люди просто связывают один миллион долларов, ставят знак равно и пишут счастье. И думают, что это действительно так. И обманывают тем самым, идут по ложному пути, да, обманывая вот сам вот этот вот путь счастья, что деньги, ну, не могут дать счастья. Это может подтвердить любой человек, кто заработал миллион долларов и больше. Да, и я еще хочу вот такую цитату привести. Я только вчера ее опубликовал в своей соцмедиа. Сергей Брин, сооснователь Google, миллиардер, да, говорит, я счастлив, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю. И это на самом деле главное богатство. Да, вот это вот новое действительно, да, богатство, когда ты что-то делаешь. Не деньги, деньги устарели уже. Да, это как инструмент, это хорошо, пускай они будут там в достаточном количестве, но не в этом счастье. И вот как только человек поймет, ему гораздо проще станет вообще жить и искать, экспериментировать и так далее. Да, ребята, мы все, вот, и Артем уже заработал свой миллион, и я заработал, да, миллион долларов. Мы вообще не шли к этому миллиону. Ну, я не знаю, как ты, Артем, но я точно, то есть у меня вообще такой мечты никогда и цели не было. Это просто случилось само по себе в свое время, и все. И как-то ты где-то профиксировал, а ну вот, да. То есть это не было никогда целью. И у настоящих, самореализованных людей нету никаких таких целей. Для них самореализация – это цель. Каждый день, вот, смысл жизни в чем? Прожить его самореализованно, радостно, счастливо. Потому что вся наша жизнь складывается из таких вот дней. Каждый день ты живешь, и каждый день ты живешь в настоящем. Если ты несчастлив здесь и сейчас, то кто тебе сказал, что будешь счастлив завтра? Это привычка у тебя быть несчастливым здесь и сейчас. Пойми, что в этом нет никакой необходимости. Начни жить радостно, счастливо здесь и сейчас. И через какое-то время ты увидишь, что твоя жизнь уже несколько лет проходит счастливо. А в конце жизни ты взглянешь на свою жизнь и скажешь, это была классная жизнь, это была тотальная жизнь, это была жизнь каждый день в самореализации, в счастье. Это было здорово. Да, точно, Макс. И вот немножко так же хотел в прошлое вернуться. Вот мы с тобой познакомились, когда я помню, я у тебя брал интервью по скайпу так же. Для своего у меня тогда еще был только один блог, я только вообще начинал изучать, что такое блог. У меня тогда были доходы меньше 2000 долларов в месяц. Реально. Очень мало. И когда мы с тобой познакомились вживую в Турции, я просто начал делать то, что мне нравится. Я просто начал общаться с людьми, начал записывать интересные видео, да, вот в таком формате интервью. И тогда даже у меня не было идей, что это может быть как-то монетизировано. А сейчас, спустя определенное время, когда уже пришли деньги, я понял, что я просто делал реально то, что мне нравится. Без всяких целей, без всяких там миллионов и так далее. И по поводу, даже вот если интернет откинуть, по поводу недвижимости. Я просто вот реально читал книжки Киосаки, мне они нравились. И я хотел просто поставить эксперимент. А реально ли вот что-то, не американцу, а русскому человеку, сделать, ну, нечто подобное, как-то адаптировать, вот, да, те схемы, которые не получаются там, в России, там, в других странах. И просто так же экспериментировал. И результат пришел, потому что мне нравилось там кататься, смотреть дома различные, там, квартиры, общаться с риэлторами, многие из которых очень интересные люди. И результаты приходят, потому что просто занимаешься вот тем, что тебе просто нравится. И все. И экспериментируешь, и стараешься вот то, что было раньше, получалось не очень, делать, ну, немножечко лучше. И вот эти вот немножечко, они потом дают прикольный результат. Да, да, так и есть. Ну что, мы сегодня обсудили классные темы. Это реально будет полезно многим людям. И я уже вижу, как люди обсуждают в комментариях, как устраивают дискуссии, кто-то согласен, кто-то не согласен. Но в любом случае, эта тема, которая вот, когда человек действительно продвинется в поисках, когда найдет, то, по сути, вот такой человек, он обретет главный смысл жизни. Вот действительно, делать то, что тебе нравится, быть счастливым и не париться, не иметь страхов, сомнений, там, не впахивать, там, всю жизнь до конца, чтобы потом, по сути, остаться там ни с чем, такого не произойдет. И я думаю, что вот это все поможет. Да, ну, страхи, сомнения будут все время. Просто важно понимать, что... Какого уровня? Сотрудничать. Да, какого уровня будут эти страхи? Примитивные, либо уже, когда можно осознанно посмотреть, выбрать, идти навстречу страхам, либо отойти в сторону, пропустить их, ну и так далее. Ну да, то есть, если тянет тебе интересно, но боишься, это такой, как фальшивый страх. Иди, посмотри, интересно тебе, посмотри, потом уже, как бы, увидишь, это настоящий страх или реальный. А если реальный страх, такой вот, там, например, есть угроза выживания, конечно, это хороший страх, если тебе реально угрожает что-то. Но большинство страхов, они нереальные. Их надо проверять просто, навшивость. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok